Друзья, здравствуйте! Больше двух недель мы с вами не виделись и многое изменилось с тех пор. На дальний план отставлены, конечно, сейчас финансовые, чисто макроэкономические какие-то соображения, касающиеся ситуации в мире, на рынках. Ну, поскольку понятно, что в центре внимания та ужасающая вспышка насилия на Ближнем Востоке в ходе вековой израильско-палестинской конфронтации. Естественно, если даже оставляя за скобками, сугубо гуманитарные здесь измерения, человеческий аспект, чувство, которое не могут не вызывать смерти такого огромного количества ни в чем не поведенных людей. Безусловно, можно говорить о том, что все это оказывает влияние и на общее настроение рынков, поскольку именно рынком посвящен наш обзор, то я именно вот этих моментов здесь коснусь. Прежде всего, в какой-то степени это дало перезагрузку бычьим настроениям по нефти и взлет цен на золото, хотя золото вот в ходе предыдущих движений, когда фондовый рынок активно снижался, и в принципе тенденция медвежия, я считаю, сохраняется, золото не воспринималось большинством участников рынка как достойная страховка, поскольку заметно выросли доходности по грузоблигациям, и в Америке, и в Европе это так происходит, да и по всему миру, и, соответственно, концентрировались на вложениях в кэшу, валюту, золото же как неприносящее прямого процентного дохода, и чаще всего как инструмент, который используется для хеджирования фондовых портфелей, одновременно с постепенной частичной распродажей бумаг из этих портфелей тоже подлежало распродаже. Возможно, что это и останется в силе, но на данный момент подскочили от уровня почти 1800 цен на золото на несколько десятков долларов за тройскую унцию. Здесь тенденция может быть и неустойчивой, как и по нефти, но здесь скачок по нефти, конечно, заслуживает, наверное, большего внимания и больших подробностей. Ну и, естественно, естественная эскалация, да, военная эскалация, она привела к росту акций оборонных компаний, которые производят вооружение. Здесь я не сторонник, в принципе, вообще политическим соображениям, вложений в такие бумаги, какие бы то ни было. Но, тем не менее, просто отмечу, как факту котировки таких акций, как Lockheed Martin, Northrop Grumman, L3 Harris Technologies, они выросли, буквально подскочили в моменте, там, от 9 до 12% уже в ходе первой же регулярной торговой сессии недели, в понедельник, в нерабочее потом время, в последующие часы торгов. Безусловно, на ожиданиях, что будут увеличены военные расходы, что будут поставки вооружений из Америки в Израиль, а, может быть, и другим участникам конфликта, кто знает, как будет складываться вся эта обстановка. Мы, конечно, надеемся на то, что, может быть, такое же масштабное вовлечение других стран в регион не произойдет. Тем не менее, именно с этим и связаны основные, наверное, тревоги простых людей за судьбы нашего мира. Не будем, как бы, принижать, на самом деле, эти слова высокие. Ну и, безусловно, за финансовое свое благополучие, в том числе за деньги, вложенные так или иначе на рынки. Вот здесь, что и говорит, что припали тут же акции многих авиакомпаний американского происхождения с американскими корнями. United Airlines, это Delta, это American Airlines в пределах 4-5% после того, как они объявили о приостановке полетов в Израиль. Ну, вот этот момент, скорее всего, носит временный характер. Может быть, даже стоит присмотреться к каким-то из быстро понизившимся акциям авиакомпаний. Ну, поскольку они и так находились в фазе затяжной коррекции в последние пару месяцев. Но, вообще-то, первые половины года очень неплохо росли в цене. И временные факторы вряд ли здесь сыграют какую-то роль надолго. Ну, а что касается нефтяных, собственно говоря, фьючерсов, на что, наверное, и стоит обратить внимание. Если в прошлую неделю марка Brent закрыла в районе 84,5 долларов за баррель, то вот уже в понедельник-вторник цены подскочили сразу же в район 88-88,5. На момент, скажем, когда я видел это записывание, на доллар ниже торгуются. Поскольку здесь неопределенность, на самом деле, максимально высока. Потому что, безусловно, беспокоит нефтетрейдеров, скорее, ситуация не конкретно вокруг Израиля, потому что это не нефтедобывающая страна. Там есть газовое месторождение, шеврон приостановил уже добычу. Но если брать именно рынок, все-таки нефти мировой, то здесь волнует ситуация, как бы не были затронуты всерьез экспортные маршруты и добыча именно нефтедобывающих стран в Персидском заливе. Потому что, конечно, если эта ситуация не затронет такие маршруты, то вряд ли цены на углеводороды надолго останутся высокими. Мы уже видели, как, собственно, сокращение добычи от ОПЕК не приводили к длительному повышению нефтяных цен, и они начали как раз заметно снижаться в первой, собственно, декаде октября. Но такой сценарий действительно надолго повышенных цен может быть запущен только в том случае, если соседние арабские страны каким-то образом более активно окажутся замешаны в конфликте. В этом плане все внимание, конечно, в конечном счете приковано к реакции Ирана. Потому что многие политики, западные особенно политики, очень поспешно причислили боевиков в Хамас, чуть ли не на одну доску поставили их тут же и с Хезболой, которая вообще-то является шиитской группировкой, а Хамас – это суниты. То есть противоречия межрелигиозные, скажем, между сунитами и шиитами внутри мусульманства вообще-то настолько высоки, что не факт, что они найдут в данном контексте общий язык, или что это все действительно управляется из одного центра, совершенно не обязательно, что это так. И именно Хезболла, которая пока активно не была, почти задействована сейчас вот в этом конфликте, вообще-то ее считают группировкой, которую поддерживает активно и финансирует Иран, а не Хамас. Так или иначе, здесь поспешили уже американские, особенно политики, с заявлениями, которые, в общем, могут раздразнить Иран и вообще нагнетанию способствовать конфликта. Вот, например, уважаемый американский сенатор Линдси Грэм в первый же вечер, когда только события начались, написал, что Иран должен дорого заплатить за любую эскалацию в отношении Израиля с участием Хезболлы, чего на тот момент не происходило, хотя впоследствии там были какие-то обстрелы и со стороны Хезболлы в ответ, но это не было, что называется, основной частью конфликта, по крайней мере, на данный момент. Это не так. Но, вот, уже Линдси Грэм написал, что если такая экстравация произойдет, то Израиль и Соединенные Штаты должны нанести удар по иранским нефтеперерабатывающим предприятиям, по нефтяной инфраструктуре. И одновременно практически в Твиттере иранский верховный лидер Али Хамени написал, что с Божьей помощью это раковая опухоль узорпаторского сионистского режима, это все слова, написанные Хамени, будут искоренены руками палестинского народа, все это приведет к активизации очагов сил сопротивления Израилю по всему региону. То есть очевидная конфронтационная такая ритолика истории и с другой стороны, и это в любом случае означает, что по мере того, как наверняка будет какая-то операция возмездия, может быть наземная со стороны Израиля, есть опасность эскалации, которая может затронуть в том числе и другие страны. И если израильские, скажем, спецслужбы лидера придут к выводу, что Хамас действовал именно по указаниям Тегерана, во всяком случае, это не обязательно, что это так в действительности, но если такие выводы будут сделаны публично, то никто не знает, как могут дальше развиваться события, в том числе и применительно к реакции Ирана. Например, Иран может реализовать давнюю свою угрозу, перекрыть узкий Амузский пролив, который, в общем-то, единственно обеспечивает морской проход для нефтяных танкеров из нефтедобывающих стран Терсидского залива в открытый океан. И поэтому, естественно, что это важнейший стратегический узел, который влияет на поставки нефти. За последние несколько десятков лет Тегеран не раз угрожал перекрыть, в случае чего, это вот узкое место, и, в принципе, повторял эти угрозы не так сравнительно давно, в 2018-2019 год, когда международные санкции снова начали ограничивать экспорт нефти из Ирана. Американцы в целом смотрели сквозь пальцы долгое время на то, что, по сути, эти санкции Иран обходил, но могут, что называется, взяться за контроль, нажать на страны соседние. И вот если Иран надумает ответить, то те острова, собственно, в Амурском проливе, которые он полностью контролирует в военном отношении, они просто не позволят вообще никаким судам выходить. Ну, соответственно, вот это и есть основной предмет беспокойства, именно в рыночном смысле. А здесь Иран сам по себе, если брать только его к страну, является, по-моему, пятым по величине производителем нефти в мире. Сообщалось, что за последние, например, 9 месяцев его добыча увеличилась на 700 тысяч баррелей в сутки. Это в то время, когда Саудовская Аравия сокращала, Россия сокращала добычу, то есть в целом страны ОПЕК+. Иран просто силы, которые потихоньку наращивают добычу. И в этом смысле любые здесь дефициты, которые могут неожиданно возникнуть, да, они сразу же, конечно же, приведут к вскачку резкому цен на нефть. Даже если кто-то из производителей попытается добавить, то в данном случае здесь будет вопрос, как транспортировать и так далее. Все вместе взятое, это, конечно, побуждает думать о рисках вспышек инфляции, потому что то, что начало в последнее время потихоньку гаситься не только из-за высоких процентных ставок в США, в Европе, но и, в первую очередь, просто по естественным причинам, поскольку те треволнения, связанные то с коронавирусом, то с украинским кризисом и вообще с нарушением цепочек поставок в мире, с значительным хаосом в этой области, вот эти все инфляционные скачки из-за количества напечатанных денег, они были намного выше, но уже по сравнению с высоким достигнутым уровнем цен за последние месяцы прибавки стали не такими большими. И, конечно, если нефтяное бремя увеличится, топливное, то, разумеется, это как раз то, чего могут опасаться инвесторы. В данном случае мы видели, что первая реакция, самая у Уолл-стрит, да и фондовых рынков Европы, даже в большей степени, была негативной, но в этот момент подоспели, надо сказать, вовремя подоспели свежий и достаточно сбалансированный комментарий со стороны представителей Федрезерва. Это не был Жером Пауэлл, это были другие люди, представители ФРС, в частности, можно здесь говорить о голове ФРБ Далласа, Лори Логан и коллега, управляющий ФРС Филипп Джефферсон. Он также поддержал здесь, в общем, точку зрения о том, что вот в этот сложный период управления рисками мы должны сбалансировать риски недостаточного ужесточения политики с риском слишком ужесточенной политики, поскольку чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики может привести, на их взгляд, к более значительному, чем предполагалось замедление в экономике. То есть есть ощущение, да, во всяком случае, по этим высказываниям ФРС, если не всерьез озаботился, то, по крайней мере, выражает вот эту вот свою озабоченность тем, что, может быть, он перестарался с повышением ставок. Но тут я бы не преувеличивал особо, потому что не далее, как неделю назад представители ФРС вообще-то высказывались в пользу вероятного дальнейшего повышения процентных ставок до конца этого года. В частности, управляющий ФРС Мишель Боумен, Ларета Местер, они говорили буквально неделю назад, что готовы поддержать очередное повышение стоимости заемствований в США, что это базовый сценарий, что по-прежнему риски для прогноза инфляции остаются повышенными. Но мы понимаем, что если нефтяные еще цены здесь надавят, хотя это и не внутриамериканский фактор, но вряд ли в этом случае ФРС откажется повышать ставки. Но вот последние, последние самые высказывания, они как бы были в том ключе, что может быть уже случившийся скачок в доходности казначейских облигаций, а вы знаете, что они почти к 5% годовых по 10-леткам подходили, эти доходности, что они уже по сути являются эквивалентом ужесточения денежной политики, повышения процентной ставки. Ну, в принципе, не успели они это сказать, как доходности понизились, вот на данный момент до уровня 4,65% годовых по 10-леткам, американским я имею в виду. Соответственно, это вызвало некоторый небольшой отток средств из доллара, куда до этого хлынули в поисках защитных активов значительные инвестиционные потоки. Но в любой момент, любой момент здесь, на мой взгляд, остается даже не то, что минимальный риск, а очень значительный риск, что продолжится как распродажи на фондовых площадках с любых подъемов, так и покупки в защитных целях американской валюты. И здесь, конечно, вот этот вот приподъем рынков, который произошел уже к вечеру понедельника, он был обязан и выступлениями смягчающими представителей ФРС, которые вовремя, так сказать, подоспели. И все-таки мыслью о том, что вопрос еще, что является защитным активом. Возможно, защитные активы – это как раз акции крупнейших компаний международных, кстати, которые называют Magnificent Seven, то есть такой волшебной семеркой магической, что вот эти акции Apple, Amazon, Meta-компании Google, Nvidia туда относят, Tesla. Вот эти вот, собственно говоря, компании Microsoft, да, был седьмой, вот, собственно говоря, это тот остров сравнительного спокойствия, за который могут цепляться деньги. Ну, и, наверное, так оно и есть во многом, тем более, что представители Microsoft, гендиректора, в частности, Кевин Спотт, буквально недавно на конференции 27 сентября она была, говорил о том, что, да, улучшилась, в принципе, улучшилась доступность чипов искусственного интеллекта, в том числе чипов от Nvidia по сравнению с тем, что было еще несколько месяцев назад, тем не менее, спрос на графические процессоры, на эти чипы все еще намного повышает. Предложение, которое в реальности может производить вся эта полупроводниковая экосистема, и, соответственно, что ситуация по-прежнему в пользу повышения этого спроса. Вот он достаточно порочно отметил, ну, еще и слухи, не подтвержденные до конца, ну, о работе совместной Microsoft с Advanced Micro Devices, AMD-компании, о том, что они совместно работают над некими чипами. Ну, то есть, известно, что работают, это, собственно, подтверждено. Непонятно, на какой стадии находится, собственно говоря, эта работа, начальной или какой-то уже близкой к завершению. Эти моменты непонятны. Тем не менее, это сразу вот подхлеснуло еще до геополитических обострений на Ближнем Востоке еще подхлеснуло вновь спрос на несколько приправшие акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, вот упомянутых. Поэтому как раз вот эта группа технологического сектора, уже названные мной перечисленные в основном компании, может быть, некоторые там другие, но по большей части вот именно эти компании с мегакпитализацией, они остаются тоже своего рода таким квази-сейв-хэвен, то есть близкими к защитным активам, и большая часть все-таки, по большей части отскок рынка происходит за счет них. Хотя не только в среднем все-таки индекс S&P 500 вот на заявлениях ФРС подтянулся повыше. Данные, которые выходили, вот отчет по занятости в США, все-таки возвращаясь к макроэкономике, в пятницу в минувшую это было, 6 октября, что он оказался слишком сильным для того, чтобы ФРС успокоился. 336 тысяч рабочих мест создано в сентябре, и это отнюдь не говорит о каком-то замедлении рынка труда, ничего подобного. Правда, медленнее оказалось, что растет заработная плата, а это тот аспект, на который обращают внимание как раз регуляторы. Всего 0,2% был прирост средней зарплаты по США за сентябрь, и 4,2% в году ожидалось немножко выше, на 1,2%. Но тем не менее, в принципе, вот это вот смягчение, оно как бы немножко сняло избыточное давление с биржевых индексов, с доллара. Выглядит это таким временным, на самом деле, облегчением, которое как раз наложилось на известные, уже упомянутые заявления людей из регулятора. Соответственно, в целом отчет по занятости не переломил ситуацию. Ну и внимание, если брать все-таки к макроэкономическим аспектам, конечно, на этой неделе будет приковано к отчету по инфляции потребительской. Этот отчет выйдет в четверг, 12 октября он выйдет, и здесь может быть какое-то представление уже себе рынки подчетче составит о том, что будет со ставками в Америке. Ну, хотя большинство и так понимают, ожидает, что в ноябре повышения ставок, видимо, не будет, а в декабре, видимо, будет. Вот это базовый сценарий, на который рынок закладывается. Хотя полдекабря по-прежнему к 50-50 близки расклады, если смотреть инструменты Fiat Tools, то есть там, где трейдеры торгуют ставками на процентные ставки. Вот там по-прежнему неопределенность остается, но сам Федрезерв обозначил прогнозом на графике, что еще одно повышение до конца года будет, и что будет очень-очень медленная возможность снижения процентной ставки где-то там с второй половины следующего года. Ну, это, в принципе, говорит о том, что нагрузка на бизнес, нагрузка в виде высокой стоимости заимствования, она на самом деле сохраняется. Ну, и в конце недели отчеты банковского сектора США, ну, и еще некоторые, так сказать, компании отчитывают, в частности, вот Delta Airlines, как раз упомянутый мной, отчитывается. PepsiCo отчитывается, и здесь, по всей видимости, можно ждать какое-то улучшение прогнозных показателей по этой компании, с учетом того, что это бумаги тоже потребительского сектора, как раз из тех товаров ежедневного спроса, на которых обычно не отказывают себе особо потребители, то есть не экономят на мелочевке, тоже возможно, что какой-то прилив вот инвестиционной активности будет к этой компании. Так или иначе, в основном расклад на данный момент такой, как я рассказал, соответственно, изменения любые в настроениях к ним очень чуткие рынки, поэтому для тех, кто инвестирует, в том числе отслеживая краткосрочный горизонт, для выбора лучших точек входа, лучших тактик, стратегий, можно говорить о том, что, конечно, нужно внимательно, в том числе и к политическим новостям сейчас прислушиваться, к сожалению, этого не избежать, если вы хотите держать руку на пульсе. Как принимать торговые решения в трейдинге? Какими навыками должен обладать активный инвестор? Какими приемами владеть? Как влияет на рынок новостной поток? Как определить новые тренды на рынке и время их разворотов? Какое место занимает технический анализ в процессах принятия решений? Что такое торговые коридоры? Как нащупать дно рынка? Как считать торговые сигналы? Книга финансового аналитика и инвестора Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» для трейдеров и инвесторов, которые хотят найти ответы на эти и другие вопросы. Материал выстроен на основе опыта трейдинга на валютном рынке. Однако эти же принципы, подходы и технические приемы применимы и классическому фондовому рынку. Купить книгу Петра Пушкарева «Искусство быть мирным» можно по ссылке книги под этим видео.